Всем привет, меня зовут Роман, в эфире новости. Если вы сегодня это смотрите, у вас наверняка вечер среды. У меня, если что, вечер вторника, ну там чуть дальше речь пройдет по курс криптовалют, ну и сами понимаете насколько это стабильная штука. Я вам должен напомнить, что завтра, четверг и каждый четверг с 18.30 до 20.30 у нас разговорный стрим со мной, где можно прийти, задать мне вопросы и получить от меня ответ. Ладно, что я там говорил про эфир. Да-да, курс эфира примерно 3.300. Что говорит нам о том, что резко подскочившая доходность майнинга, даже на фоне резко подскочившей мощности сети, ну как бы не подскочила, подпрыгнула и упала. Все, что я хотел по этому поводу сказать. Ну и как бы соответственно резко подпрыгнувшие цены на видике, ох уж эти недобросовестные менеджеры. Причем я теперь точно знаю, что это виноваты менеджеры конечных магазинов. Ну по крайней мере в массе свои. Ну и их поставщики прямые. И как бы упали обратно. Ну по крайней мере вернулись к тем ценам, которые были до этого прыжка. Окей, с этим разобрались. Есть еще парочка важных новостей про крипту, которые вы должны знать. Во-первых, помните о разблокировке майнинга на low hash rate видеокартах? Да? Было там такое 20% увеличение производительности относительно 5% рейтинга майнинга изначально. Что как бы делала видеокарты потенциально более интересными для майнеров. Но как оказалось спустя месяц практически не все так просто. Во-первых, очень сильно росло энергопотребление. Ну на конкретной видеокарте у людей там с 250 ватт оно выросло до 390 ватт. Примерно. Что как бы сами понимаете не совсем экономически оправдано. Рост потребления по сути на 50% при росте доходности всего на 20. Разработчик данного алгоритма, который эмулировал по сути игровую нагрузку, встраивая туда 70% куда майнера. Ну то есть 70% видеокарт считала типа майнинг, а 30% типа игрушку. Ну и таким образом обманывался встроенный алгоритм, который блокировал майнинг и ограничивал его 50%. Отсюда кстати и рост потребления. Решил, что с этим тоже можно бороться. И таки на прошлой неделе, и я специально эту новость не брал, выпустил патч, который был призван снизить энергопотребление. И он его снизил. И снизил довольно заметно там до 200 что-то 75 ватт. Только достигается это потребление, которое по сути является медианным потреблением видеокарты очень интересным способом. Карта то бустится по напряжению, по всему остальному и резко переключается в производительный режим, то резко падает в низко производительный режим. Ну и соответственно на карте наблюдаются постоянные скачки напряжения и потребления. Причем даже в течение одной минуты многократные. То есть это вот постоянная такая пила нагрузки. Что вот такой вариант, как я уже говорил в одном из стримов, точно негативно сказывается на оборудовании. Ну и соответственно ни майнеры, ни специалисты в отрасли не рекомендуют пользоваться данным майнером в принципе. Но если вас как бы при большом потреблении плюс 20 процентов производительности в майнинге устраивает на лу-хэшрейд картах, ну еще как-то окей. А вот пользоваться обновленным алгоритмом, который делает такую своеобразную пилу по нагрузке, да и вроде как понижая потребление при тех же плюс 20 процентов, лучше не надо. Потому что рискуете заплатить за это своей видеокартой. Есть у меня еще одна хорошая новость для майнеров. Ну для нас игроков она неплохая по крайней мере в нашем регионе. Ну а там посмотрим. Центробанк России плотненько взял за жопу тех, кто крутит достаточно большие суммы по карточкам и счетам и при этом не зарегистрирован как, скажем так, лицо осуществляющее финансовую деятельность и не платят с этого налоги. То есть под удар попали крупные майнеры, которые обналичивают большие суммы и под удар попали посредники, которые позволяют майнерам обналичивать суммы. То есть если у вас там две видеокарты, можете спать спокойно. А если вы были обменным центром либо крупным майнером, то на вашу, скажем так, машину уже засматриваются в российском правительстве. Ну и ограничения уже есть. И как бы список операций, которые попадают под это дело уже есть. И соответственно он уже работает. Поэтому как бы ну удачи. У Nvidia, правда, свое мнение о том, как нужно бороться с дефицитом видеокарт. Ну и знаете, там есть свои нюансы. Пришел очень интересный слух о стоимости RTX 4000 серии. О том, что там будет в два раза больше KUDO ядер мы с вами знаем. А вот о том, что там будет в два раза больше стоимости пока еще нет, но теперь вы знаете. 2999 за 4090 долларов США. Что вообще происходит? Откуда такой дикий прайс? Ну Nvidia решила, что стоит оставить на конвейере и 3000 серию в этот же момент. Выхода 4000 серии. Ну и таким образом компенсировать дефицит на рынке графических решений. Они бы еще не снижали отгрузки чипов вендорам. Для производства видеокарты было бы все вообще замечательно. Но там прикрываются конечно благовидным предлогом о том, что останавливаются фабрики Samsung из-за того, что рабочие болеют очередной волной коронавируса, которого нет в нашей стране. Ну как бы приходите строить заводы здесь. Почему? Вы же не видите коронавирус. Он в воздухе здесь не летает и как бы... Но завод во Вьетнаме по этой причине остановился. И Samsung теперь будет терпеть по 15 миллионов долларов в день убытка, пока он стоит. Мелочь о неприятном и по крайней мере мелочь для компании Samsung. Ну и под этим делом Nvidia как бы анонсировала ценники на 4000 серию. Это если смотреть в новости. А теперь перевожу на человеческий. Что компания Nvidia имела в виду под этим всем? Новость о том, каким образом Nvidia собирается бороться с майнингом, кроме LHR видеокарт. И о том, что Nvidia не боится, что большое количество видеокарт 3000 серии попадет на вторичный рынок после того, как hard fork, скажем так, эфир приедет на безмайнинговую схему. Как бы ну все это... Почему? Правильно, потому что именно этого компания Nvidia и опасается. Поэтому сейчас они снижают производство 3000 серии. Потому что с нового года помайнившие карты должны завалить рынок соответственно. И эти вот заявления о том, что складских запасов немного и все выпущенные карты будут проданы. Ну с учетом того, что они уже уменьшают количество выпущенных карт, выглядят слегка лицемерно. Ну а RTX 4000 по X2 цене призваны компенсировать убытки компании Nvidia, полученные из-за сверхприбыли в этом году. Вот и все. Вот и все. То есть Nvidia пока, по крайней мере, готовится к тому, что бушные видеокарты насытят рынок и готовится заработать на тех, кому нужна новая высокопроизводительная карта в конце 2022 года, продав RTX 4000, который X2 по кудоядрам по X2 цене. Впрочем, как говорится, есть и хорошие новости. Nvidia выпускает RTX 2060 на 12 гигабайт. Похлопаем компания Nvidia. Ну и как бы вовремя. Время пришло для того, чтобы выпустить RTX 2060 на 12 гигабайт. Интересно, будет ли она майнить? Да, определенно будет. То есть, соответственно, геймерам на нее рассчитывать не стоит. Ну что ж, ладно, погорели немножко и пора переходить к Intel Elder Lake. Там тоже есть что вам сказать. По Elder Lake, между прочим, появились сливы по производительности. Ну и исходя из того, что есть в интернете, по однопотоку прям местами должен нас удивить. По многопотоку будет способен побороться с 5950x, как раз когда AMD выпускает новый процессор. Готовит, по крайней мере, судя по слухам. Ну то есть игрушек там пока нет, там пока только рабочие задачи, ну и если честно, не сильно-то и впечатляет. Нет, да, он быстрый, он довольно классный. Но камон, это тоже 16 ядерный камень. И выпустить год спустя, с учетом DDR5, с учетом всех нюансов, процессор, который тупо такой же в среднем. Что-то у меня возникли большие вопросы. Ну да, в Cinebencher 23 он там показал кузькину мать в однопотоке. А в остальных профессиональных приложениях как-то не особо. И чё? Ну ладно, там на самом деле в тестах все довольно неплохо. Насколько им можно видеть, пока не очень понятно. Мы дождемся реальных тестов. Возможно, именно однопоточная производительность Elder Lake'а сделает в играх настоящую революцию. Ну, потому что от нее игры в основном и зависят. Ну а соответственно все остальное, все остальное. Что еще должен сказать из интересного. Помните, я на прошлой неделе показывал сливы по стоимости процессоров. Так вот, есть и хорошие новости. Возможно, они были несколько завышены и процессоры будут на соточку дешевле. По крайней мере 12900K за 550 долларов, ну выглядит неплохо. Ну это правда без налогов, скорее всего. Но окей, то есть у нас те же 700$ он будет стоить. Но окей, ладно. Допустим. И Z690 нам предложит 28 линий PCI-Express. Ну вкупе с процессором, конечно. Вкупе с хитрым разделением там Gen5 только для VDK, и по ходу SSD получат Gen4, ну и соответственно Gen5 только для видеокарты будет на этом чипсете. В общем, смотрите на схему, делайте выводы. Но в целом выглядит довольно интересно решение. То есть в целом неплохо, но DDR5 получит Z690 платы. В принципе, по идее они только с DDR5 будут выходить. Пока не очень понятно, если честно. Если верить слайду Asus, то Z690 это строго DDR5. Тогда платы будут начинаться от 450 долларов. Если верить, скажем так, сливу на прошлой неделе, где платы были помечены как DDR4 от Gigabyte, но уже были с ценниками. Там Aorus Elite, самая дешевая плата Aorus от Gigabyte на Z690 чипсете, обычно самая дешевая, приличная плата от Gigabyte, стоила 450 с чем-то долларов. Ну соответственно, память будет тоже довольно дорогой. Поэтому пока люди и эксперты предполагают, люди это я в смысле, предполагают, что как бы 5950X за свои 16 ядер versus 12900K за свои 16 ядер, 8, плюс 8, плюс 8, не оказался как бы менее выгодным по цене. То есть 5950X окажется тупо с точки зрения цены. Процессор, плюс платформа, плюс память интереснее. Ну что и следовало ожидать, о чем я и говорил ранее. Сейчас это просто получило подтверждение. Что еще такого интересного вам рассказать? Новости железа-то по большому счету все. Но там в Китае начинается шевеление, которое может найти отражение и у нас. Несовершеннолетним геймерам, они же школьники, которые испортили этот ваш интернет, запретили играть в онлайн игры более трех часов в неделю. Ну причем время, когда они могут это сделать жестко ограничено, это с 8 до 9. В пятницу, в субботу и в воскресенье. Четко, жестко. Время на оффлайн игры данный, скажем так, мораторий на игрушки не ограничивает, а проверять кто-то сидит за компьютером, будут посредством веб-камеры. То есть будут предлагать включить веб-камеру и как бы показать свое усталое 30-летнее лицо камере для того, чтобы продолжить играть в онлайн игры вне отведенного времени. Если вы несовершеннолетний, то на вас запрет распространяется, если совершеннолетний, то не распространяется. Ладно, раз уж начали обыгрывать, давайте я вам еще одну новость скажу. Там у Nvidia утечка есть, ссылку я на нее оставлю, посмотрите сами. Но там такой довольно уверенный список игр, который в скором времени выйдет. Утек из, скажем так, внутрянки Nvidia. Довольно интересные там продукты намечаются. Хотя Half-Life 2 ремастерит вместе Half-Life 3 или Half-Life 2 эпизод 3. Вы что серьезно? Опять? Когда? Пожалуйста! Мы ждем новый Half-Life. Алекс был отличным. Но давайте продолжим историю о Гордона Фримена. Нет, выпустим ремастер. Да что ж такое-то, а? Ладно, список смотрите там. Если вдруг вам эта тема интересна, там есть на что посмотреть. Что еще хотел вам сказать из важного? Наверное, по большому счету все. Ах да, ну раз уж говорили про игры. Вчера для меня, для вас позавчера, понедельник вечерком, вышла одна игрушка российской разработки. Ну, команда интернациональная, но разработчик условно-российский. Ну и тема у игрушки довольно интересная. Постсоветское пространство, постапокалипсис. Ну да-да, Atom RPG Tрудоград. Это уже вторая часть игры. Первая называлась просто Atom RPG. Это можно сказать инди проект, но и можно сказать, что сейчас вышла платная DLC. Разработчик, конечно, очень сильно лукавит, называя платным DLC, по сути, отдельную игру в новой локации на 40 плюс часов. Поэтому всем рекомендую. Стоит кстати в районе 10 баксов, так что как бы покупается вот так. Всем рекомендую, еще раз говорю. Ну все купили быстро. Ладно, на этом действительно все. Как бы всем пока и до следующих новостей. Не забудьте завтра прийти на стрим.